В ночь на вторник, 15 июля, на сайте Сергея Таруты, губернатора Донецкой области, появилось сообщение о том, что пророссийские сепаратисты пытаются незаконно вывести воспитанников украинских интернатов за пределы страны. Журналисты информагентства Associated Press побывали в одном из таких интернатов в Донецке. Здесь воспитываются как сироты, так и дети, лишенные родительской заботы. Ученики разного возраста, у многих есть родственники и семьи. По словам детей, несколько дней назад к ним пришли вооруженные сепаратисты и сообщили об отправке в Россию. Они за нас так уцепились, это ненормально. Вот нормальные люди приходят и говорят, вы хотите, скажут наше мнение. Мы им говорим, это незаконно. У нас здесь братья и сестры, службы не разрешают разделять. Они говорят, и они начинают уже нецензурной лексикой говорить, что законно, а что незаконно. Паспорта, да, у нас забрали наши документы. Да, говорили. А дайте наши документы. Это мой документ, он должен находиться у меня на руках. Почему? Никакой не имеет права их забирать. Они просто не могут ничего ответить, разворачиваться, уходят и начинают опять повышать голос. Несмотря на возражения, документы воспитанников оказались в руках вооруженных людей. А директора учебного заведения заставили готовить детей к поездке. Нам констатировали, что если мы не выполним, это расценивается как саботаж, как неподчинение именно военной времени, что военное положение в условиях военного времени мы соответственно должны столько же выполнять. Потому что в случае чего, значит, с нами будут разговаривать по другому. Теперь в любой момент детей могут отправить в Россию. Несмотря на то, что многие ученики интерната категорически против. Украинский МИД призывает Россию не допустить этого. Ведь документы детей получены путем угроз. К тому же отсутствуют необходимые нотариально заверенные разрешения. Российская сторона, видимо, тоже отреагировала на ситуацию. Вот какое сообщение появилось в понедельник, 14 июля, на сайте уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова. Всех, кто законно пересек границу, Россия принимает и будет принимать. Мы исходим исключительно из права ребенка на жизнь. Россия никаких детей-сирот насильно не вывозит и не похищает. Россия спасает украинских сирот, которые оказались в самом тяжелом положении. По данным агентства УНИАН, так называемый министр ДНР по социальным вопросам Елена Коровкина организовала для перевоза детей автобусы и потребовала, цитата, чтобы педагоги настраивали упирающихся детей на позитивное восприятие отъезда в Россию. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ